Впервые Олимпиада среди школьников по избирательному праву «Я гражданин России» прошла на курорте в прошлом году. Для большинства участников это мероприятие стало не только хорошей возможностью подготовиться к экзаменам, но и определиться с профессией. Так, многие выпускники в этом году уже стали студентами юридического факультета и теперь сами принимали в стенах своего вуза молодых активистов. Учащимся 10-11 классов необходимо было ответить на вопросы по праву и обществознанию и постараться набрать максимальное количество баллов. Из 37 общеобразовательных учреждений 201 человек принимали участие в городской Олимпиаде «Я гражданин России». Это очень важная работа в рамках патриотического воспитания учащихся в городе Сочи. Как отмечают представители жюри, на этот раз уровень выполнения тестовых заданий был высоким. Из всех участников Олимпиады 78 школьников смогли набрать больше половины от максимально возможных баллов. В этом году их было определено 130. Большее количество участников Олимпиады получили 65 и выше баллов. 65 баллов – это половина от общего количества баллов. Качественный показатель вырос именно у 11-классников, именно у тех, кто участвовал в Олимпиаде в прошлом году. Так, по итогам Олимпиады в индивидуальном первенстве призерами стали 18 человек. Эти ребята смогли набрать более 80 баллов. А победителями – двое. Среди учеников 10-х классов лучшей стала ученица 27-й школы Маргарита Кардашан. А среди 11-классников высокий уровень знаний продемонстрировал Леонид Драган, ученик гимназии «Школа бизнеса». В этой Олимпиаде он принимал участие впервые, зато в других подобных интеллектуальных состязаниях фигурировал часто. «В этом году, в предыдущих годах, но в этом году мне также удалось принять участие в Олимпиаде по праву на региональном уровне. И что касается избирательного права, это действительно первый раз. Да, я на самом деле очень сильно рад, мне приятно. Это, безусловно, событие, важное в моей жизни. Я благодарю всех организаторов этого мероприятия, моих друзей, которые мне помогали морально». Кстати, в этом году впервые были определены и победители в командном первенстве. Так, по сумме набранных школьниками баллов, третье место разделили первая гимназия и школа номер 25. Второе место досталось ученикам 76-й гимназии, а первая взяла школа бизнеса. Победители и призеры получили дипломы и познавательные книги, а их наставники – благодарственные письма.